Анастасия Самойленко Какие достижения у тебя в фитнес-бикини и откуда ты? На Кубке Саншон 39, Кубок Южного Федерального округа И стала серебряной призеркой Даймонд Кап в Словакии, в городе Жилино Супер, супер, это очень хороший результат Настя, расскажи, пожалуйста, а как ты пришла в бикини? Может быть, у тебя было какое-то спортивное прошлое? Ты занималась каким-то видом спорта? Вообще, как ты начала тренироваться в тренажерном зале? Ну, я была очень худенькая долгое время Наверное, с детства И разными способами пыталась набрать массу Поправиться хоть немного И пришла к тренажерному залу Позанимавшись там несколько месяцев Я смотрела много фотографий в социальных сетях И решила попробовать, почему бы нет Первый сезон я готовилась к другим тренером И вот во второй сезон обратилась уже к тебе, Катя Очень приятно Это еще будет следующий вопрос, Настя Кому ты обратилась? Значит, твой внешний вид Ты у нас будешь как мотиватор для стройных девчонок Которые были худенькими И хотели бы стать более интересными, так скажем, да? Да Настя, а скажи, пожалуйста Ты замужем, да? То есть отношение вообще твоей семьи к выступлениям? Отношения моей семьи к выступлениям очень положительные Мой муж меня во всем поддерживает Он сам выступает немного Он всегда меня поддерживает Готовит мне еду Понимает меня во всем Укладывает меня в спать И помогает ездить со мной на соревнования И всегда за Всегда поддерживает И родители мои тоже меня поддерживают Это супер Главное, курицу только жуй сама Что спать укладывают, это здорово Скажи, а вот за время того, как ты готовишься Как-то твоя подготовка, она сказалась на твоем здоровье? Потому что это такой вопрос, который интересует очень многих девушек Многие боятся выступать, думая, что это как-то пагубно скажется на здоровье На самом деле моя подготовка Только положительно сказывается на моем здоровье У меня Вообще у меня такое хроническое заболевание Как ювенильный артрит детский И занятия на жерном зале Убавили меня от этого недуга Почти полностью То есть колени Меня вообще не беспокоят Кроме того, кожа стала гораздо лучше Поскольку принимаю постоянно Различные добавки, витамины для суставов И вообще там различные жирные кислоты Кожа, волосы, внешний вид Отсутствие вредных привычек Это все тоже спорт и подготовка Кроме этого режим, сон, хорошая кожа Это просто какая-то реклама бикини Все срочно на сцену Кожа, волосы и ногти, все будет в порядке Это здорово на самом деле Я очень рада за тебя, что так И что это в очередной раз доказывает Что занятия спортом Это неплохо, не вредно От этого не умирают И что это здоровый образ жизни И по моему мнению, конечно Номинация бикини Это и является собой Именно здоровый образ жизни Да А скажи, Настя, пожалуйста Для тебя самое сложное это что? Подготовка, диета, тренировка Что для тебя сложное? Или для тебя все легко? Нет, на самом деле Сложное Это самое сложное Это, наверное, заставить себя Пойти на тренировку Каждый день, на самом деле Я борюсь с собой То есть, ну, это происходит уже быстро Но в любом случае Мозг сопротивляется и не хочет Диета несложна Диету, ну, я привыкла ее соблюдать И не хочется никуда отходить от нее И это меня дисциплинирует Каждый день, там, подсчет всего Это просто Ты насчитал, что тебе нужно съесть И съел это И ты не думаешь, что еще можно Да, сложно еще Я знаю, Настя, отчеты слать Мне кажется, фотоотчеты для тренера Нет? Да, но иногда бывает сложно Да, я замечаю, замечаю Это что, сложновато Я их все жду, жду А они все, не идут и не идут Ну, это здорово Это, на самом деле, проблема для многих И чем дальше тренируешься Тем, конечно, каждый день тебе сложнее и сложнее, наверное, идти на тренировку Потому что мы себя заставляем, пересиливаем Но Да Только вот это и есть работа над собой Это главное? Да, в любом случае Дальше Ты уже сказала о том, что до этого ты готовилась с другим тренером А теперь ты работаешь со мной Довольна ли ты работой со мной? Да, я очень довольна Я-то очень довольна работой с тобой Хотелось бы чаще встречаться Наверное, надо переехать Да, но, к сожалению, почти 10 тысяч километров нас разделяет Поэтому встречаемся только на соревнованиях Ну, вдруг ты переедешь Но это не мешает продуктной работе Нет, это не мешает работе Поэтому дистанционно тоже готовиться возможно Я знаю, что федерация твоя на тебя достаточно возлагает большие надежды Скажи, на каких ты дальнейших соревнованиях еще планируешь участвовать? И вообще, ну, насколько долго думаешь продлиться твоя выступательная карьера в фитнес-бикини? Ну, я планирую еще Ну, вот этот сезон планирую точно И, возможно, следующий Ну, скорее всего, да А потом? Приезжайшие мои соревнования Это Арнольд Классиказия, Гонконг Супер, на который я, к сожалению, не смогу поехать Но ты справишься, я верю Да, я тоже так думаю Надеюсь на это Остался месяц И паника немного Немного иногда одерживает надо мной вверх Но вроде бы все хорошо Настояние хорошее Все идет по плану А скажи, пожалуйста, Настя А где ты шьешь свои купальники? Купальник? Один купальник Купальник я заказывала у Ольги Корчаки Это про бикини Очень мне понравился Второй купальник Тут не сношила Сразу сама обшивала То есть ты такая Совместная деятельность У нас еще и бикини-рукодельница Ну да В общем, да То есть уже как бы все нюансы учтены Знаешь, что где как должно сидеть И в принципе там Любую швию можно попросить Шить И если ты знаешь, как тебе нужно Как тебе нужно что посадить Где, куда Чего подложить Где поднатянуть В общем, это не сложно Сразу обклеивают Большинство девочек Я знаю, как ты гримируешься Но думаю, что нашим слушателям Будет интересно все-таки Как ты это делаешь Делаешь ли ты это сама Либо заказываешь грим На соревнованиях И по твоему мнению Что проще Или нужно, может быть, исходить Из ситуации Ну, конечно, из ситуации Есть соревнования Там, например, местного моего уровня Приморского края Где вообще нет кабинок Где гримируют То есть там приходится самой гримироваться Но вообще Если есть возможность Загримироваться в кабинке Я с тебя беру кабинку Потому что Это Ну Грим Это 50% успеха Плохой грим Это Ты уже никогда не станешь На какое-то достойное место Если у тебя будет грим светлее Или очень темный Или пойдет пятнами Или ляжет неровно Поэтому я всегда гримирую в кабинке Чтобы быть спокойной за это Вот Всегда гримеры подправят Особенно мне понравился Грим в Словакии Очень хорошо лег Очень тщательно Все очень аккуратно загримировали Даже вытирали ногти на ногах Даже ногти в Словакии на ногах вытирали Вот как надо будет нам вытереть ногти Мы все поедем в Словакию Как запачка Чтобы не пачкать Да Это на самом деле Думаю будет приятно Слышать Многим Работникам Кто гримирует в Словакии Ногти Девочки Запомните Вытирать Очень важно Скажи пожалуйста Не столько важно Но грим Но грим лег Очень ровно Вообще То есть Так ровно грим Как там Но меня еще не ложился Нигде Не ложился нигде Все Теперь перед каждым соревнованием Настя Берешь билет в Словакию Гримируешься А потом в Гонконг Ладно Это конечно же шутка Так и сделать Скажи пожалуйста Ты же помнишь Последнюю неделю Перед соревнованиями Тоже можешь рассказать Как вот последняя неделя Что ты делаешь Убираешь воду Загружаешься углеводами Как это происходит Да Последние недели Я Начинаю Снижать воду Убираю соль За 4-5 дней До старта До этого Я Солю Обязательно Чтобы лишнее 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 Не слилось Вот И Сначала Снижаю Углеводы Ну Не до минимума Не до нуля Не до нуля Никогда не снижала Там Может быть До 0,7 Грамм На килограмм веса И За 2 дня Примерно До старта Начинаю Загрузку углеводами Обычно Я гружусь Печеной картошкой Картошка Это Для меня Все У нас Получилось Очень хорошо Грузиться Печеной картошкой На последний Старт Это Если это Третий Старт Например В сезоне Уже Мышцы Истощены Обычно Вечером Перед соревнованиями Я загружаюсь В Макдональдс Это тоже Я тебе Разрешила Не умею Возражений По этому поводу Скажи Пожалуйста Первый А второй Старт Нет А в третий В третий Уже можно Да Когда ты уже Совсем худенький Стройный Расскажи Пожалуйста А вот По позированию Чтобы было Девушкам Слушательницам Понятно Как ты думаешь Надо вообще Позировать постоянно Или может быть Достаточно Попозировать Только перед сценой Как ты думаешь Нет Я позирую Постоянно Вообще Если честно Я позирую Каждый день Возможно В межсезон Я не одеваю Каблуки Но однозначно Между подходами Я всегда Позирую Мне все равно Кто на меня смотрит Как смотрит И я всегда Позирую Всегда отрабатываю Всегда прожимаю Необходимые Там позы У вас одна Необходимая Поза для прожатия Чтобы вовремя Ее можно было Вывести Чтобы она Всегда была Наготове Настя Это важно Прожимать Да Очень важно Прожимать Именно то Что должно быть Наготове Правильно Да Прожимать мышцы Очень важно Ну и где-то Примерно За полтора месяца Я начинаю позировать На каблуках Дома В купальнике В тренажерном зале В одежде На каблуках Хожу Час-полтора Каждый день Ты главное На каблуках Не приседай Это опасно А все остальное Можешь делать Хорошо Скажи Вес на соревнованиях В межсезон Сильно ли он Отличается у тебя Нет Не сильно Отличается Буквально Два килограмма Два-дри Да Это очень здорово Ой Скажи Когда ты была любителем Ну ты и сейчас любитель Конечно Но уже не начинающий спортсмен Кто-то может быть Из фитнес-бикини Из девушек Мотивировал тебя И являлся для тебя Эталоном Ну Вообще Девушка Которую я первую Увидела И хотела стать Такой Как она Это Ольга Путрова Конечно же То есть она Меня очень Мотивирует Меня мотивирует Ее форма Ее внешность Ее подача Позирование И вообще Если честно Все свое Позирование Когда я хочу Что-то придумать Новое Или получить Какой-то заряд Мотивации Именно по позированию Я смотрю Ее выступление Кроме этого Саския Меня очень Мотивирует Очень нравится Мне за ней Сижу Там тоже Смотрю ее фотографии Периодически Когда не хочется Идти на тренировку Значит Когда не хочется Идти на тренировку Ты смотришь Фотографии Саски И идешь на тренировку Да И иду Да Это супер Это радует Ну И последнее Про твои Планы Ты сказала Что это Гонконг А осенью Планируешь ли ты Принять участие Может быть На соревнованиях В Праге Или на Московской Олимпии На Московской Олимпии Да Очень хотелось бы Перед этим Хотелось бы Поучаствовать В чемпионате России В городе Екатеринбурге Затем Олимпия Насчет Праги Я пока еще думаю В зависимости от того Как Гонконг Хорошо Хорошо Ну тогда будем смотреть Будем следить И наблюдать за тобой Было приятно Пообщаться Успехов тебе Хорошего выступления На Арнольде В Гонконге Я думаю По твоему прилету Мы еще свяжемся с тобой И обязательно Ты поделишься Своими впечатлениями О том Как ты съездила Как прошел турнир Всего тебе хорошего Хорошо До связи Спасибо С вами была я До связи До связи С вами была я Екатерина Абрамова Член команды East Labs И На другой стороне Была Анастасия Самойленко Призерка и финалистка Чемпионатов России Призерка Международных Чемпионатов Всем спасибо До новых встреч Продолжение следует